Вечный огонь, как дань памяти общей победы в Словении. У мемориала советским воинам, погибшим при освобождении Памурья, отныне будет свой символ скорби. Эстафета огня от Александровского сада добралась до Мурска-Соботы, сравнительно небольшой город на северо-востоке Словении, но именно здесь, освобождая страну, советские войска вели самые ожесточенные бои и понесли наибольшие потери. В сопровождении полицейского эскорта Вечный огонь благополучно доставили из Там он был зажжен недавно, 80-летнюю годовщину начала Второй мировой. Но важность этого момента переоценить невозможно. Впервые за пределами России, впервые в европейской стране, входящей в НАТО, но не в пику разгорающимся политическим спором о роли Советского Союза в той войне, а как напоминание о том, что все в истории переплетено – и судьбы, и люди, и события. Эвген Эмри войну застал, но, конечно, не помнит. Он появился на свет в 1944-м, в стенах концлагеря. Его мать – русская военнопленная, родом из Ленинграда. Что воевала вся семья, знает из рассказов. Но до конца войны, сумев превозмочь жестокие испытания Сталинграда, дошел только один человек. Сегодняшняя церемония зажжения вечного огня имеет очень большое значение. Вообще, я считаю, что каждый солдат заслуживает как минимум по свече. В нашей стране так и делается. Каждому солдату ставится свеча в память о пройденном им пути. Здесь, в Мурске-Соботе, захоронено около 500 погибших в ходе Второй мировой войны солдат. И в этом смысле вечный огонь является своего рода данью памяти им. В боях за освобождение по Мурье в апреле 1945-го, по оценкам историков, погибло более полутора тысяч советских солдат и офицеров. Но точная цифра потерь неизвестна. В ходе форсирования реки Муры под арт-обстрелом немцев многие были унесены течением и пропали без вести. В конце Второй мировой войны здесь, в Мурске-Соботе, многие красноармейцы отдали свои жизни для того, чтобы сегодня мы жили свободно. И мы, жители Мурска-Соботы и Словении, никогда об этом не забудем. Город Мурска-Собота, в котором стоит крупнейший памятник советским солдатам в Словении, заботится об этих мемориалах. И сегодняшняя церемония одновременно для нас означает и определенные обязательства хранить эту память и передавать ее подрастающему поколению. Еще до окончания Второй мировой, в августе 1945-го, на центральной площади Мурска-Соботы был установлен величественный памятник освободителям, советскому солдату и югославскому партизану. Спустя несколько десятилетий, в 1962-м, в мемориальной части кладбища Мурска-Соботы был создан мемориал советских воинов, где были перезахоронены останки советских солдат и офицеров, павших за освобождение Поморья. Надпись на постаменте гласит, что здесь похоронено 516 красноармейцев. По факту, больше, около 600 человек. Но захоронения найденных в регионе останков советских воинов производились и позднее, в последний раз в 2004-м году. Сейчас, конечно, очень знаменательная дата. В следующем году исполнится 75 лет победе в Великой Отечественной войне. И в этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Восточной и Центральной Европы войсками Красной Армии. Конечно, нужно напоминать и нашим соотечественникам, нужно вспоминать самим, и нужно говорить об этом с европейскими народами, о том, какой решающий вклад внесла Красная Армия в освобождение Европы от этого всемирного зла, от нацизма. Об итогах и значении Второй мировой регулярно говорят на площадке Международного исследовательского центра в Мориборе. В этот раз там прошла конференция, посвященная роли партизанского движения в разгроме фашизма. В ней приняли участие ученые из 15 европейских стран. Впрочем, в этих тенах и объяснять лишний раз ничего не приходится. Каждая деревянная балка, каждый кирпич – это напоминание о зверствах нацистов. В годы войны здесь располагался концлагерь для советских военнопленных, где было замучено более 5000 советских солдат. В Словении в целом, в моем понимании, создана обстановка, общественный климат, в результате которого попытки переписывать историю не могут иметь успеха. Вот если брать последние 10 лет, не было ни одного случая, ни проявления вандализма в отношении памяти. Не было ни одной попытки переписать истории или какие-либо аналогичные действия. Это многое зависит от властей и зависит от того, как работать на этом направлении. Нужно быть системной, постоянной, некомпанической работы, особенно с молодежью. Два года назад по инициативе посольства России в Словении здесь был открыт Центр по изучению Второй мировой войны. За это время там было проведено уже шесть крупных международных конференций, каждая из которых нацелена на сохранение памяти об истории самого кровопролитного конфликта 20 века. Объективность, исторические факты и своего рода работа над ошибками. Ведь, как известно, история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Была оккупирована фашистская Германия, фашистская Италия в свое время. Не приходится объяснять, что такое фашизм, и какое зло, и какие трагедии этот фашизм принес народу. Словения потеряла более 10% своего населения, и поэтому здесь очень аккуратно и очень бережно, я говорю, относятся к исторической правде, и все делают для ее сохранения. И, естественно, такая позиция идет от руководства страны, от общественной реализации, и само население поголовно поддерживает вот такую позицию, и проводит такую линию. Поиски мест захоронений в Словении не прекращаются. На сегодня их насчитывается уже более 80, причем 26 были обнаружены только в последние годы. А это значит, что слова «имя твое» неизвестно, «Подвиг твой бессмертен», высеченный у Кремлевской стены, разносится на многие тысячи километров. Потому что не так важна национальность, гражданство. В конце концов, совсем не важны политический строй и взгляды, когда речь идет о поступке, о героическом самопожертвовании во имя сохранения мира на земле. Служба информации Российского исторического общества.